В Оржской области получают первый урожай черешни, картошки и ранее спелых арбузов. Например, в этом году в Араване различные овощи, фрукты и ягоды были посажены на площади в 20 гектаров. С наступлением мая в Араванском районе местные фермеры готовятся к сбору первого урожая черешни. Ведь здесь именно эта ягода созревает первой. Этот вид черешни называется «Воловая-1» и всегда поспевает после 5 мая. Даниил Мамадалиев не первый год занимается садоводством. Именно в его селе Черти Караванского района черешня созревает самой первой. Клиенты приезжают отовсюду и сами собирают ягоду прямо в саду. Сейчас первой созревает черешня сорта «Воловая-1». Килограмм будем продавать по 170 сомов. Реализую внутри страны в основном в Мишкеке. Общая площадь земли, на которой я выращиваю черешню, составляет 60 соток. В последние годы фермеры все чаще останавливают свой выбор на сорте «Воловая-1». Этот сорт черешни дает большой урожай и имеет хороший вкус по сравнению с майской черешней. Ежегодно в Араванском районе собирают до 10 тысяч тонн этой ягоды. Черешню сорта «Воловая-1» мы продаем внутри страны, так как этот сорт сохраняет свою свежесть недолго. Черешня сорта «Воловая-3» хороша для экспорта, но она не дает богатый урожай. Например, в прошлом году черешня сорта «Воловая-1» с одного дерева дала урожай 70 килограммов, а «Воловая-2» и «3» с одного дерева дали урожай до 50 килограммов. Также в этом году в Араванском районе были посажены раннеспелые сорта арбуза и скоро они поступят в продажу. Местный садовод Даниарма Мадали впервые посадил раннеспелый арбуз на двух гектарах с земли. Садовод использует только органические удобрения для своих полей. «В этом году я впервые посадил раннеспелый арбуз из любопытства. В начале 1 марта я посадил 16 тысяч семян в горшки, а 27 марта соорудил теплицу и пересадил рассаду туда. К 26 мая арбузы должны созреть. Сейчас я планирую раньше Узбекистана вывезти на продажу наши местные арбузы. Два гектара земли я удобрял навозом». Здесь большое внимание уделяется выращиванию арбузов, но даже в хороших климатических условиях эта ягода созревает только к июлю. Фермеры понимают, чем раньше арбуз поступит в продажу, тем он будет дороже и принесет большие прибыли. «Сейчас многие фермеры пришли посмотреть на то, как растут мои арбузы. По-моему, никто еще в Кыргызстане не выращивал такой сорт арбуза. В общем, жду сбор первого урожая. По моим расчетам, будет примерно 120 тонн арбузов». Раньше местные фермеры не сажали раннеспелые сорта арбузов, поэтому их привозили из Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. Но если этот сорт распространится у нас в стране, то местные садоводы смогут сами обеспечивать внутренний рынок. А в Айнамаймаке Добекургона Рованского района получили первый урожай картошки, и она уже выставлена на продажу. На месте килог корнеплода стоит 50 сомов. Кроме того, ее будут экспортировать в Казахстан и Россию. Даниэр Бурашев посадил овощ на 30 сотках земли и получил в два раза больше урожая, чем в прошлом году. В этом году получили хороший урожай. Можно сказать, наш труд оправдался. Оптовые продавцы на рынках закупаются именно у нас. И цену мы поставили приемлемую. Абахадыр Камраев картошку посадил на 60 сотках земли. Правильное выращивание, надлежащий уход и полив он проводил вовремя. Сейчас первый урожай уже продают местным торговцам по хорошей цене. Я не единственный фермер, который получил богатый урожай в этом году. После того, как соберем весь урожай, сразу же начнем сажать кукурузу на этой же земле. Нельзя терять ни минуты. Овощи, фрукты и ягоды будут также экспортироваться в другие страны. Например, ранее черешню экспортировали в Казахстан и Россию. Но в этом году была достигнута договоренность и с соседним Китаем на экспорт 250 тонн черешни. Картофель у нас покупает Казахстан и Россия. По всему Кыргызстану созревает первый урожай. Но самый первый урожай получают в Оржской области. Скоро состоится семинар по вопросу экспорта черешни в Китай. Экспорт мы планируем начать в июне. Все это делается для того, чтобы у садоводов были хорошие условия для работы. В этом году в Араванском районе из овощей выращивают капусту, чеснок и картофель. Например, картошка была посажена на 1700 гектарах земли. Одной из главных причин богатого урожая – это хорошие климатические условия.